Всем добрый день! Сегодня будет влоговое видео. Поделюсь моментами своей жизни. Мы ходили в гости и я делала очень красивую, вкусную закусочную тарелку. Немного поработала в саду, сделала осенний декор на крыльце, а также немного украсила свой дом. А еще сделала большую закупку продуктов, чтобы на следующей неделе готовить разные вкусные блюда для своей семьи. И в минувшую пятницу мы ходили в гости к нашим друзьям, просто так, без повода, на посиделки. И у нас такая традиция, если мы ходим друг к другу в гости, мы берем обязательно что-нибудь с собой вкусное. В этот раз я решила сформировать закусочную тарелку. Ну и, конечно же, поделюсь с вами еще одним вариантом, как красиво подать закуски на стол. Как я всегда продумываю закусочную тарелку, да и вообще, в принципе, меню. Я всегда смотрю, что у меня есть холодильники в морозилке, в каких-то запасах. Думаю, как я могу применить это. Затем додумываю, что еще будет на закусочной тарелке. Докупаю продукты, затем все расставляю вот так вот на столе и уже собираю красивую закусочную тарелку. Начинаю формировать закуски. Первая у меня будет тарталетки, и это я делаю наполнение для тарталеток. Здесь у меня отварное яйцо, натертое на терке. К нему добавляю сыр. Можно любой мягкий сыр добавить. У меня рикотта. Это и подешевле, и он такой легкий, мягкий. Затем туда добавляю черный перец, если необходимо, соль по вкусу, горчицы и немного майонеза. И вилкой прямо хорошенько так взбиваю, чтобы получился мусс такой воздушный. Обязательно попробуйте и доведите до вкуса. По соли, остроте, можно еще чуть добавить горчички, либо какого-то острого соуса. А затем уже заполняю тарталетки и сверху выкладываю икру. Это имитированная икра. Я уже несколько раз упоминала ее в своих видео. Нам она очень нравится. И у меня в холодильнике она практически на постоянной основе. И самим покушать вкусно, и на праздничный стол подать не стыдно. Но икра конкретно этого бренда, Русское море, вот такая стольная. Кстати, также есть и черная икра от Русское море, тоже очень вкусная. На икру нарезаю прямо ножницами перышки зеленого лука. Это для контраста, для цвета, очень красиво получается. И сочетание вкусов тоже немного добавляет такой пикантности. Расставляю тарталетки. До этого я уже разместила на закусочную тарелку крылышки куриные. И я их, это копченые крылышки, разделила их по суставам. Дальше у меня будет два вида канапе. Но это, да, уже не бутерброды, а канапе. А вы знаете, чем отличается канапе от бутербродов? Я как-то заинтересовалась и вот с вами тоже поделюсь. Канапе отличается от бутербродов размером. Вот и все. То есть, если это маленькая на 1-2 укуса закуска, то это канапе. А я раньше думала, что канапе – это все то, что на шпажках. Возвращаясь к закускам. Я уже сделала один вид. Это багет. Я его обжарила в гриле с двух сторон. Нужно обжаривать багет таким образом. Вообще любой хлеб для канапе, бутербродов, чтобы сверху это была хрустящая корочка, а внутри он оставался мягким. Намазала перечный конфитюр. Можно использовать любой сладкий джем. А перечный конфитюр готовила сама осенью и видео есть с этим рецептом. Сверху положила сыр с белой плесенью, но я приколола это все шпажкой. Второй вид канапе – тот же самый багет. На него выкладываю вяленую сливу. Тоже в этом году первый раз готовила. Очень вкусное сочетание с сырами. И затем кусочек сыра с белой плесенью. Также приколола с шпажкой. На такие тарелки обычно всегда кладут какие-то фрукты. В этот раз у меня хурма. Можно положить инжир, виноград, грушу. Обязательно кладутся какие-то соленые малосольные закуски. У меня здесь маслины зеленые и черные и малосольные огурчики домашние. Также здесь необходимы какие-то хлебные изделия, какие-то снеки. Вот у меня, например, здесь крекер сырный и колечки хлебные. А это я решила канапе с вяленой сливой немного сбрызнуть маслом, вот этим ароматом, в котором консервируется вяленая слива. Оно очень вкусно пахнет, оно очень вкусное, с ароматом чеснока, базилика. Оставшиеся промежутки между закусками я заполнила малюсенькими помидорчиками черри. Можно также очень удобно и красиво заполнять такие промежутки орехами. Ну и вот такая у меня красивая, вкусная, ароматная получилась закусочная тарелка. Ну а здесь она уже на общем столе. Хозяйка разрешила мне поснимать наш ужин. Главным блюдом в этом ужине была щука. Хозяин рыбак сейчас пошли хорошо ловиться щуки. Ну и вот у нас было целых два блюда из щуки. Это на костре, вот такие стейки а-ля шашлык. Было очень вкусно и на удивление сочно, хотя щука достаточно сухая рыба. И целая щука, она там начинена овощами и запеченная в духовке. Также было мясное блюдо. Это ребрышки свиные запеченные в духовке и колбаски обжаренные на гриле. И также все присыпано маринованным лучком и зеленью. В качестве гарнира был рис басмати отварной и еще несколько консервированных закусочек. А также порционно на каждой тарелке был салат. Это листья салата, помидорки черри, копченые мидии и очень вкусная заправка с дижонской горчицей. Ну очень все красиво, было вкусно. Пробыли мы в гостях до поздней ночи. Обожаю такие посиделки, болталки ни о чем. Когда мы рассказываем друг другу какие-то приключения, новости. И просто отдыхаем, отвлекаясь от всего быта. Вышла немного поработать в саду. Сегодня хороший такой солнечно-теплый день. Начала уже обрезку кустов. Вот гортензии все подстригла. Здесь немного поработала. Деревья подстригла. Ну так как еще все листья на месте, на деревьях, на кустах, то я решила не делать сто раз одно и то же дело. Пускай листья посильнее опадут. А потом уже буду убирать. Ну и мне тут пришло резко вдохновение. На меня прямо вот налетело, напало. Ну и вот в итоге что из этого вышло. Здесь у меня стояли горшки с цветами. Они уже были эти цветы в ужасном состоянии. Я сначала горшки унесла в сарайчик на хранение. А потом решила, что как-то пусто здесь. Ну вообще непонятно что. Какое-то крыльцо прям грустное. Ну и в итоге пошла сначала сюда в Сосновый Бор, который рядом с нашим домом. Нарвала колосков. Поставила его в горшок. В те же горшки, вот да, я сделала эти букеты. В те же композиции, в те же горшки, в которых у меня были цветы. Поставила сначала колоски. Потом срезала гортензии. И некоторые веточки были еще прям в таком красивом состоянии. Без рыжины вот этой. Я во второй горшок поставила. Получилось, мне кажется, очень красивое. Такая композиция осенняя. Потом я решила, что в эту сторону тоже что-то нужно придумать. Это цветы от луков. Вот здесь, вот здесь у меня вдоль дома луки росли. И я их все до сих пор не срезала. И вот сейчас я их срезала. Сначала в мусорную кучу сложила, а потом их оттуда выбрала. Вот так поставила. И получился у меня тоже букет. Таким завершением, дополнением. Это вот импровизированный, очень быстро, состряпанный буквально за 10 минут из подручных каких-то средств. Вот такой вот веночек на дверь. Вот. У меня была основа. Вот это вот белое. Ну, это вот из березы. Просто сплетеный был венок. Белым немного прикрашенный самой обычной водоэмульсионной краской. Я ничего не клеила. Просто повтыкала там между палочек. Между палочек что? Это опять же та же самая гортензия. Какие-то искусственные листики по цвету, которые мне понравились. Также у меня очень давно были куплены вот такие яблоки. В каком-то магазине, даже не помню. Мне кажется, это несколько лет назад было. Случайно увидела, случайно купила. С той мыслью, что да, пригодятся в каких-нибудь композициях осенних. Ну и вот, честно говоря, они пролежали там у меня несколько лет. И вот только сейчас я их применила. Красиво они тут смотрятся. Я их там на проволочке. За палочки проволочки, да, и уже потом к венку прикрутила. Вот. И еще вот такие вот грибочки. Тоже. Они вот прям соединены были на проволочках. Можно было разъединить, как-то их распределить. Ну и я решила их прямо таким пучком сюда вставить. Ну и получилось, что получилось. Мне нравится. Как-то спонтанно, особо не думая, как что получится. Вот. Налепила, как говорится. И вот получилось то, что вы сейчас и я видите. Пускай постоит еще до того времени, пока выпадет у нас снег. Ну, если снег не выпадет, уже до декабря такое у нас тоже бывает, то уже просто заменю осенний декор на зимний. Ну вот так что вот так у нас осень. Работы в саду начала, но как-то я их быстро прекратила. Пару часов повозилась и пока все. Гортензии эти не обрезала. Это мои новые гортензии. Это ванилла фрайс. В этом году я ее только посадила весной. Ну вот она дала несколько соцветий. Ну, красивая, просто нет слов. Какая она красивая. Кустик, конечно, небольшой. Ну, я очень надеюсь, что они благополучно перезимуют. И на следующий год уже будут больше. И ростом она вырастет выше, и соцветий будет больше. Ну, очень красивые, конечно. Немного цветут розы. Вот такую метелку дала мне тут. Ну вот. Заморозка у нас нет. Но прямо приближается к нулю. Некоторые ночи приближаются к нулю. Но розам это не страшно. Они выдерживают небольшие морозы с легкостью. Больше никакого цветения в моем саду на сегодня нет. Ну, а вообще, все еще вокруг зелена. Такую уже окончательную осеннюю уборку в саду планирую примерно на середину ноября. В доме я тоже добавила немножечко осеннего настроения. Прям такие маленькие штрихи. Выезжали на природу. Я увидела эти кусты, метелки потрясающе красивые. Ну, и я не могла просто домой уехать без них. Ну, вот такой букет теперь у меня на барной стойке. На кухне тоже совсем чуть-чуть минимальный декор осеннего. Это тыковки керамические. Такие вот ярко-оранжевые. Очень красивого, глубокого цвета. Года два назад я их покупала в фикс-прайсе. Их у меня три штучки. Они разной формы, но в одном стиле и одного цвета. Расставила их по столешнице. На дверке духового шкафа полотенчики с принтом осенним. И немного декора на этой полке. Тыква оранжевая. Это тоже с фикс-прайса. В прошлом году или позапрошлом году покупала. Чтобы повторить еще этот же яркий цвет, я поставила туда тарелочку оранжевую. Нашла в своей посуде. И этот букет, он здесь и стоял. Я его просто дополнила другими цветочками. Такими желтыми. Чуть-чуть красных оттенков. Ну, чтобы он походил больше на осенний. И еще совсем немного декора в гостиной. Вот в этой зоне под лестницей. Вот здесь проход в столовую и на кухню. Это самый первый осенний декор в этом году в моем доме. Эта композиция здесь стоит уже больше месяца. И получилось это случайно. Началось все с букета. Пошли в сосновый бор. Нарвала я колосков. Затем, когда формировала букет на крыльце, подрезала его, складывала в красивую форму. Добавила немного луков декоративных, которые растут у меня во дворе. И получилась вот такая красота. Также в композицию здесь добавила свечу. Она в стекле подходящего оттенка. И в рамочку за стекло поместила сухоцветы. Те же самые колоски. И у меня там были еще другие цветочки тоже красивого подходящего оттенка. Получилось дешево и красиво. Сегодня была в городе по разным делам. И заехала в несколько магазинов. Закупила продукты. В принципе, этих продуктов нам хватит на неделю. Учитывая то, что кое-что у меня есть. Особенно мясо. У меня достаточно в морозилке. Есть запасы. Хочу их подобрать, чтобы они там не перемораживались. Покажу свою закупку. Консервы. Взяла, были по скидке. Взяла пару баночек горошка. Сейчас будут винегреты. Всегда осенью я очень хочу винегреты. Делаю его достаточно часто. И люблю именно с горошком. Потом баночку сгущенки взяла. Тоже была на скидке. Взяла, чтобы в запасе лежало. Баночку шпротов. Сделала тоже на запас. Может быть, сделаю на неделе бутербродики. Мой любимый кофе. Там у меня еще есть одна баночка, не начатая. Но я тоже взяла. Пускай будет. Дальше. Упаковочку шампиньонов взяла. Что-нибудь вкусненькое приготовлю на неделе. Прямо такие свеженькие, хорошие. Пачку майонеза. Не особо моего, конечно, еди. Но я стараюсь, чтобы всегда он был в холодильнике. И хочу какой-нибудь салатик майонезный сделать. Дальше. Упаковку большого бекона взяла. Прямо хорошенький такой бекон. И тоже был на скидке на большой. Здесь аж 500 грамм. Колбаску одну на завтрак. Дочь у нас любит на завтрак с кофе. Бутербродик с колбаской. Из мяса единственное, что я взяла. В Магдите Семейном есть в продаже. И уже второй раз беру. Наверное, недели две назад брала. Тоже было по скидке. Сердце свиное. Оно замороженное. В вакуумной упаковке. 179 рублей килограмм. Мы любим даже просто. Его вымачиваю и просто потом отвариваю. Все. Просто отварное едим. Очень вкусно. Можно применять в разные блюда. Я уже вам показывала много блюд с свиным сердцем. В общем, взяла вот два брикета. В общей сложности тут, наверное, почти два килограмма. Тоже про запас. Две бутылочки растительного масла. Здесь кое-какую водичку взяла. Даже чтобы про запас тоже была. Я люблю вот такую тросинку. Она была тоже на скидке. И взяла по бутылочке. Одна с вишневым соком. Другая с лимоном. Взяла еще биттер. Тоже про запас пусть стоит. Дальше молочка. Четыре бутылочки молока. Сметану одну большую. Сыр фета. Вкусно на салаты. Кстати, вот этот вот бренд магнит. Я ни разу не брала. Ну, как-то обходила его стороной. Не знаю, даже как-то, знаете, вот такое отношение у меня было к нему не очень. А однажды взяла на пробу. Очень вкусный. Очень вкусный. И теперь его беру на постоянной основе. Такой вот на салатики. Очень вкусный. Дальше взяла немного творога. Тоже был на скидке. Этот Иван Поддубный часто бывает на скидке в магнит семейном. Я беру его на выпечку. Отличные сырники. Запеканки из него. И взяла сливочки. Хочу сделать пасту. Какую-нибудь. Обязательно сниму на видео. Икру взяла. Это имитация. Тоже уже делилась с вами на постоянной основе. В последнее время беру. Именно Русское море. Вот это имитация. И красный, и и черный. Очень вкусные. Мы любим, едим с удовольствием. Вот. Так что рекомендую. Чай взяла про запас. Зеленый заканчивается. Именно в пакетиках. Ну, это тоже так, чтобы были. Глиссини, такие хлебные палочки. На скидке было Русское море. Крабовое мясо. Вермишельку. Лапшечку хочу сварить на этой неделе. Из продуктов еще. Вот один батон. Яиц 30 штук. Овощи такие, как лук, свекла и морковь. Это, наверное, единственное, что действительно очень дешево. Ну, у нас, по крайней мере, в регионе. Лук 20 рублей килограмм. Хороший. Прям отличный. Свекла 25 рублей килограмм. Тоже прям такая красная, плотная. Классная. Вот. И морковь. Сейчас скажу. 23 рубля килограмм. Хорошая. Тоже она не мытая. Ну, меня это вполне устраивает. Сама помою. И еще взяла туалетную бумагу. Зеву на скидке была. И про запас колгит. А то тоже уже достала последнюю упаковку в пользование. Ну, люблю, чтобы был про запас. Вот такая вот закупка у меня на неделю. Буду снимать видео бюджетное меню на неделю. Обязательно скоро выйдет на моем канале. Ну, а на этом сегодня все. Всем пока. И скоро увидимся в следующих видео.